всем привет с вами я татьяна шадрина вы у меня на канале время шить сегодня время вдохновения мы с вами сегодня полистаем свежий выпуск журнала бурда сентябрьский как всегда предлагаю начать просмотр со странички с техническими рисунками что нам приготовила бурда в сентябре месяце давайте смотреть блузки пуловеры шайзюбль шайзюбль вот такого варианта практически жилет с воротничком и с разрезами по бокам интересные блузки по не знаю водолазки свитеры юбки жакеты брюки коллекция для плюсов для размеров плюс и просто отдельно платья жилетки коллекция для деток для новорожденных и по эскизу читателя вот такой комбинезон сразу скажу что можете мне не писать что повторы я вижу все повторы практически новинок практически нету ну что делать зато подборка моделей вдруг кому нужна табличка размерных признаков смотрим наш российский 50 размер это обхват груди 100 здесь в бурде это 44 размер прибавляем 6 получаем европейский размер бурдовский 50 так что имеем ввиду что чтобы получить наш размер к их нужно прибавить 6 на первом развороте нас ждет вот такой жакет жакет смотрится стильно модно выполненном из клетки глинчек ткани выбрали написано что полиэстровая ткань наверное какой-то пальтовый вариант кстати в последнее время очень часто встречаю пальтовые ткани именно из стопроцентного полиэстера они конечно холодные но можно недорого сшить интересные вещи особенность этого пальтов в воротнике посмотрите он выполнен не как английский вот здесь вот шевчика нет это выполнено как будто два воротника один воротник просто отгибаются под борта а второй воротник вшит втачен в горловину вот такой кругленький как будто отложной воротничок надо сказать что это я бы надо сказать что это усложняет работу так что имейте в виду жакет двухбортные яркие контрастные пуговицы что мы увидим еще на техническом рисунке видим что есть карманы с листочками и видим что рукав выполнен реглан рукав реглан интересной формы посмотрите по спинке рукав реглан переходит в кокетку конечно же есть шов между этими деталями рукава жакет укороченный но я точно знаю что по этой выкройке можно сшить еще и пальто посмотрим предлагают ли они в этом журнале пальто предлагают или нет сейчас все узнаем на этом развороте мы видим юбочку блузку и жилет юбка с отлетной деталью иногда горит летная деталь ну вот я бы как привыкла будет отлетная деталь это дополнительная деталь переда которая пришита в шита в боковой шов в талию и вот одной стороной свободно развивается детали выполнена скажем вот вот примерно вот так и поэтому конец ее отвисает получается драпировка детали устроены так что обратная сторона видите она видна поэтому лучше выбрать ткани которые будут двухсторонние которые с обратной стороне стороны выглядят так же красиво как и с лицевой стороны обратите на это внимание в пошиве я бы сказала не сложная это юбочка единственное что вот уголочек в этом месте в отлетной детали я бы выполнила конвертом выглядит более аккуратно вот она юбка мне нравится в этой выкройке то что уголочек вот здесь асимметричный вот видите это отлетная деталь юбка практически выполнена на запах и вот эта часть с отлет отлетной детали застегивается на две кнопки и внутренняя часть запаха вот здесь просто присоединяется тоже в районе пояса на кнопочку мне кажется в пошиве такая юбка несложная фактически юбка а силуэта с запахом в эксплуатации мне кажется очень комфортно и удобно и имейте ввиду что придется покупать ткани две длины на юбку и причем длину берем максимально вот по этой части у юбочки вот по выступающему кончику ну примерно наверное метра полтора или около двух метров давайте сразу посмотрим технический рисунок для блузки блузка выполнена в классическом рубашечном стиле даже кокетка по спинке есть но видим что в тренд на прилегание в этой блузке реализован есть средний шов по спинке чтобы хорошо можно было посадить блузку по фигуре и видим что есть драпировки в районе талии не пугайтесь этих драпировок мне кажется они только украшают не создают дополнительной ширины а наоборот идут драпировки подчеркивают фигуру и немножко как будто прячут то что находится под блузкой так что шьем блузка конечно в пошиве достаточно сложная история смотрите как устроена блузка она достаточно плотно прилегает к фигуре низу блузки за счет того что бока приподнят и чуть-чуть тоже выглядит фигурно но повторюсь в пошиве она достаточно сложно потому что воротничок и планка и манжеты на рукавах и застежка на рукавах все это требует мастерства имейте ввиду что важно выбрать ткань здесь написано вискозная ткань мне кажется важно чтобы ткань была пластичная хорошо драпировалась было не было такой коловатой скажем тканью подойдут какие-то тонкие вискозные ткани плательные костюмная группа конечно сюда не подходит очень классный жилет мне кажется очень круто смотрится достаточно свободный широкий воротник так что голова шея смотрится изящно в таком воротнике и мне кажется можно спрятать туда большой шарф обмотаться утеплиться так что ничего продувать не будет спущенное плечо у этого жилета застежка на молнию можно сделать такой жилет конечно и более длинным можно сделать такой же длины как здесь предлагается ну вот кому хочется сильно утеплиться то можно мне кажется его и удлинить для пошива жилета выбрали стеганую ткань можно и самим конечно стягать но сейчас такие интересные продаются стеганые ткани что можно легко выбрать и подобрать то что вам нужно конечно такой же лет в пошиве не простая история потому что здесь нужно будет выполнить и подкладку и подборта и карманы в швах в общем задача хорошая и для для новичков сразу скажу что шить куртку легче чем шить жилет вот как ни странно такая история что мы видим на техническом рисунке все о чем рассказала немножко спущенное плечо пришит еще вот такая манжета по низу рукавов или по пройму кстати вот это немножко облегчает ситуацию воротничок интересной формы молния пояс на резинке тоже интересная деталь и вот такая пряжка здесь нас ждет блузка и брюки сразу хочу начать с брюк посмотрите какие они особенные и решите надо вам такое или нет в брюках особенность вот такая что очень высокая линия сидения посмотрите вот гульфик и после гульфика еще очень низко обычно это где-то вот так должно смотреться ну на выбор наверное это считается как модная деталь модный элемент на вкус на цвет и посмотрите высокий пояс и кстати с поясом я сначала думала что пояс выкроен по фигуре нет это прямоугольник и вот такой высоты пояс это тоже будет не очень не всем сядет скажем не всем зайдет имейте это в виду ну в общем я бы скорее эти брюки минусовала чем плюсовала поэтому совет такой что если соберетесь их шить то сначала сделайте макет посмотрите как они на вас сядут блузку посмотрим честно говоря на фотографии вот ничего разглядеть невозможно так что давайте сразу смотреть технический рисунок брюки видим что заниженная линия сидения и высокая талия и широкий пояс я вам уже об этом сказала нюансы и особенности пуловер надо сказать что модно не модно по отношению к таким пуловером вопрос наверно странный потому что мне кажется я на модных показах не видела таких пуловеров но 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 такие пуловеры очень часто попадаются в гардероб попадают в гардероб и многих многих людей которые вокруг меня живут они удобны и они подчеркивают женственные формы и поэтому несмотря на модные тенденции на короткие тренды модные эти пуловеры девочки шьют носят и украшают собой мир поэтому давайте такие пуловеры шить в чем их особенность посмотрите он плотно сидит по фигуре такой пуловер шьется из трикотажного полотна можно шить даже из комфортной кулирки но это будет уже не спортивная футболка будет вот такая женственная вещь есть шов по спинке это позволяет сделать спинку плотно сидящие избавиться от мешка вот здесь по спинке для перегибистых фигур есть отрез под грудью что позволяет посадить хорошо фигуру под грудь вот эти есть драпировка под грудью и еще украшена вот такой деталью из двух треугольничков и здесь еще вот такое кольцо красивый пуловер подчеркивает грудь и сделает ее там даже как где груди совсем не было и талию сделает там где кому кажется что ее тоже не было в пошиве такой пуловер кстати не сложная история заметили в последнее время стали носить платье без поясов вот особо ярко например видно здесь платье футляр с отрезной талии с множеством вертикальных швов швы причем совмещены по лифу и по юбке и тем не менее пояса здесь нет я знаю что то ко мне приходят клиенты многие говорят о я себя чувствую дискомфортно нужен какой-то поясок чтобы закрыть этот шов стачивания но и мне кажется коль такие сейчас времена носим и не боимся главное совместить четко вот эти все вертикальные швы чтобы совместить четко дам такой совет сразу для новичков кто не шил не сразу не не стачиваем сразу постоянным швом а стачиваем временным швом но на швейной машинке ставим длину стежка максимальную и буквально по паре сантиметров делаем маленькую строчку с и в местах соединения и проверяем совпало не совпало потому что особенность швейной машины такова что зубчатая рейка толкает ткань в одну сторону а лапка в другую сторону и возможен даже в миллиметр несовпадений и он будет бросаться в глазах некоторых тканях поэтому делаем такую временную строчку конечно же вкалываем перпендикулярно иголочку перед шитьем помогаем там себе не знаю распарывателем или ножничками чтобы обеспечить равномерное движение верхней и нижней ткани и прострачен вот этот шов кусочками если совпало на данном фрагменте значит фрагмент готов к постоянной строчке и так все все швы стачивания соединение тогда у нас получится безупречной линии талии и это будет смотреться красиво ну а как устроены платье как мы уже поняли отрезной по талии юбка с вертикальными швами по переду и по спинке то ли вы талиевой вытачки есть олив с рельефами с нагрудными причем классический рельеф и проходящие через вершину груди но украшает этот шов по центру платья плечо сидит на месте и воротничок стойка мне кажется такое платье очень классно на холодное время года потому что она не балахонистая достаточно прилегающие платье и в нем тепло берем варианты джерси и шьем такое платье давайте тех рисунок посмотрим вот технический рисунок не упомянула еще то что рукав двушевный и посмотрите паци по переду от строчка по рельефам вертикальным и по центру переда мне кажется такое платье украсит любую фигуру сделает ее близко к песочным часам платье на соседние странички на развороте тоже самый эффект отрезной талии и платье без пояса смотрим платье интересного кроя вискоза что мы видим отрезной по талии вертикальные рельефы причем рельефы расположены строго вертикально я бы наверное стремилась к тому чтобы эти рельефы ну чуточку сделать вот чуть чуть ближе к талии не просто вот так вертикально вниз я думаю что этого можно достичь когда краем вот эту деталь просто чуть-чуть вот ну чуть-чуть вот так чтобы эффект был узкой талии а не просто такого прямоугольника ну вот мне так хочется маленький вот эффект рукавов крылышек вточной рукав обработка рукава с манжетой застежкой ну и просто под горлышко конечно же я не упомянула драпировку в районе талии вот такие встречные складки хитрым образом заложены на выкройке все понятно все очевидно платье написано что достаточно сложно в пошиве ну наверное это так за счет элементов каждого элемента это дополнительная сложность платье за счет юбки а силуэта смотрится такой летящим воздушным платьем за счет цвета фактуры ткани выглядит действительно подходящий на осенние дни хотя вискоза не теплая ткань но тем не менее видимо плотная ткань хочется сказать что вот эти вставочки в вертикальные рельефы они формируют скажем линию плеча если у вас покатые плечи то вот такая деталь сделает платье более графичным силуэт более графичным мне нравятся такие детали на этом развороте мы видим комбинезон сдалека если посмотреть на саму эту модель в таком наряде то кажется что это платье длинное платье в пол или длинная юбка потому что брюки очень широкие есть пара складок по талии впереди так называемый стилуэт наверное брюки марлен боковой шов с кармашком впереди застежка вертикальный рубашечный воротник на стойке отложной и рукава тоже с манжетами и с разрезом на рукавах сейчас посмотрим технический рисунок ну смотрится очень стильно кстати этот комбинезон на осень тоже прекрасная прекрасная модель вот технический рисунок этого комбинезона мы видим что по спинке есть кокетка рукав вточной и сидит плотно на фигуре рукав вточной причем мы видим что интересная такая форма что линия плеча немножко удлинена а головка рукава чуть-чуть вот расширенном в этом месте интересный такой фасон и конечно же как всегда для новичков напомню что комбинезон можно разбирать на пару вещей это может быть и рубашка если мы удлиним лифт это может быть платье если добавим юбку и это могут быть брюки если уберем верхнюю часть и просто сошьем брюками на этом развороте юбка для невысоких что особенного в юбке есть кокетка кокетка с при собрана на боковые по боковым швам а юбка добавлена полусолнце здесь предлагается полиэстровая ткань похоже на шелковую ткань может шел кармане конечно же кокетка и выполнена в двойная двухслойная и скорее всего нижний слой будет без драпировки а верхний слой с драпировкой тогда это будет все красиво смотреться юбка в пошиве ну такая среднего уровня имейте в виду на этом развороте начну с платье потому что мы рубашечку это уже посмотрели по этой выкройке удлинили рубашку получили платье на мой взгляд вот это платье мы с вами тоже уже посмотрели только там был другой вырез и был рукав двушевный посмотрим вот на этот пуловер он очень интересный мне нравятся такие пуловеры можно сшить его из какого-то трикотажа рыхлого вязаного можно сшить даже из обычного футера из двух нитки из трех нитки и вещи даже в деловой гардероб может вписаться что мы здесь видим спущенное плечо широкий рукав с прямой и воротник стойка переходящий в завязки ничего вроде бы особенного но смотрится в целом неплохо сшить такой пуловер на мой взгляд не сложно технический рисунок этого пуловера на первый взгляд кажется что сложно сделать завязки но на самом деле оставляем начинаем работу с вот этих отлетных завязок самих под прострачен выворачиваем и потом втачиваем уже воротник в горловину все реально на этом развороте четыре модели на самом деле их две жилет мы с вами уже смотрели вспоминаем из стёганой ткани единственное изменение это накладные вот такие маленькие декоративные кармашки в том же лете и стёганой ткани были карманы в швах и здесь малюсенькая стойка там была высокая стойка здесь она коротенькая все остальное точно такое же даже не буду технический рисунок смотреть юбка юбка нам дана одна в комплекте к жилету и 2 юбочка из вельветовой ткани вот на этом развороте предлагаю посмотреть технический рисунок юбочки вот этой сразу скажу в двух словах что как она выглядит есть вот такие декоративные подрезы сюда перенесены вытачки передние а спинка обычная и как у юбки карандаш давайте посмотрим мини юбка вот так она устроена мы видим что это практически юбка карандаш пальто до флокт стильная вещица вариации их бывает не так много мне кажется этот стиль очень четко считывается свободный крой накладные карманы застежка к так называемой клеванты капюшон отвороты на рукавах все есть в этом до флокте в пошиве и кстати сшить до флокт мне кажется проще чем классическое пальто поэтому кому хочется утеплиться можно начать до флокта шить верхнюю одежду технический рисунок можно поставить на стоп и разглядеть в пошиве очень сложная вещь три вещи на этом развороте скажем блузка водолазка воротник стойка сзади разрез капелька из воротник стойка переходит в завязку есть на грудные вытачки плечо сидит на месте юбка на кокетке юбка скажем школьная написано что смешанный полиэстровой ткань юбка на кокетке выполнена по косой кстати это улучшает посадку не пренебрегайте расположением долевой лучше сидеть будет кокетка а не с юбочки заложен в складке и блузка блузка с вытачками с кокеткой по спинке переходящей на кокетке впереди есть сборки на рукаве верхней части головки и интересной формы манжеты давайте посмотрим технические рисунки блузка конечно сложна в пошиве за счет большого количества элементов юбка в складку уже про то что кокетка по косой сказала здесь блузку предлагают шить из полиэстровой ткани мне кажется такой вариант прекрасно можно шить из трикотажных полотен кстати видите школа шитья есть подробный мастер-класс в журнале по пошиву этой вещи хит сезона платье смотрится очень стильно мне безумно нравится стоит шить такое платье креповая ткань она особым образом струится лежит на фигуре посмотрите как классно смотрится эти ставки вставки на плечах подчеркивает плечевой пояс цвет супер платье технический рисунок мы уже с вами смотрели супер просто жилет или шайзюбель как он называется посмотрите воротничок стойка из теплой трикотажной ткани ввязанное полотно написано высокие разрезы от талии шьется супер просто тем более есть школа шитья новички вариант для вас на этом развороте интересная блузка вот что стоит сшить из этого номера так это блузку она необычная посмотрите на рукав добавили к рукаву прибавить добавили вот такую деталь отлетная деталь скажем лег легким пола нам смотрится в моделировании все не сложно потому что я бы сделала как вот здесь шов по центру рукава деталь рукава сделала бы разводку и просто добавляется скажем двухслойной верхней части рукава ткани выбрали написано что полиэстеровой ткани выбираем для комфорта в пошели такая блузка не очень сложно хотя здесь написали что три точки но вот честно говоря я бы поставил две точки что тут особенно кроме манжет ничего больше сложного ты нету написали супер просто шьется юбка юбка на запах мы с вами эту юбку уже смотрели здесь ее предлагает застегивать даже не на кнопки а на вот такую булавку и куртка куртка из меховушки искусственный мех куртка смотрится классно но давайте сейчас посмотрим на техническом рисунке особенности кроя красивый отложной воротничок круглой формы укороченная куртка но меня немножко знаете чем смутило рукав-то спущен понятно но короткая курточка до талии фактически и заужена к низу она девушки смотрится достаточно широко и свободно поэтому я бы сделала наверное макет этой куртки чтобы понять насколько она сидит по фигуре плотно или свободно кому-то наверняка захочется эту куртку или вернее куртку по этой выкройке сделать более длинной поэтому уточните как расположить боковую линию потому что если просто вот брать вот так продолжать вниз заужая то куртка может не сойтись на бедрах наверняка нужно будет ну как бы более так чуть-чуть спрямить эти линии бокового шва вот это платье мы с вами уже видели буквально с такими же деталями только видимость другой ткани на одной из предыдущих страниц здесь у нас брюки марлен для высоких обратите внимание что если у вас не вы не высокий рост то нужно будет корректировать линию по высоте сидения помимо того что нужно скорректировать по длине брюки по низу модели для плюс размеров ну вот честно говоря вот эта подборка меня как обладательницы размера плюс вообще не вдохновляет вот не нравится вот ничего из этого мне не нравится здесь предлагается сшить брюки из кожи видимость натуральной не написали что искусственное с покрытием вот таким вид под металлик на любителя скажу я вам а вот выкройка хороша выкройка это уже была опубликована бурди я лично когда-то пользовалась этой выкройкой пробуйте говорят иногда в журнале делают как бы меняют нюансы в самой выкройки не знаю лет пять-десять назад когда эта выкройка была я шила было все хорошо сейчас наверное нужно проверить ее на этом развороте выкройки тоже уже были в бурди я их помню и куртки и юбки и блузки блузка хороша блузка прекрасно здесь она выполнена из шелковой атласной ткани она конечно ткань это очень сложна в работе я бы сказала и вот не обольщайте что кажется крой простой но вот эти вот все нюансы я например не понимаю как у здесь обработана горловина видимо на обтачке обтачка может пролегать в общем нюансов в работе с шелком масса имейте это ввиду что все не так просто кстати здесь я вижу блузка по рукавам собрана на резинку а здесь я вижу обычный манжет с пуговицей ну вот такой нюансе внизу подгибка посмотрите волнится вся растянута плюс или минус этого то есть тоже нужно подумать то есть в пошиве шелковая атласная ткань непростая история но можно блузку выполнить из другой ткани не обязательно и шелкового атласа а можно например из шифона выполнить можно выполнить из вискозных тканей можно даже из тонких хлопковых тканей юбка юбка карандаш просто вытачки по переду и по спинке спрятаны вот такие в подрезы и кстати заметьте что пояс отсутствует а есть вверху вот такая кокетка верхний край юбки лежит на талии то есть как бы пояс ниже талии расположен в посадке такие юбки мне нравятся они удобно сидят так что имейте это ввиду что может быть даже то и стоит шить такую юбочку удлинить не удлинить это задача отдельная но в пошиве такая юбка несложно что про куртку сказать куртка на девушке сидит достаточно плотно и даже как будто маловато потому что я смотрю вот здесь прям плечо натянута натянута расстегнули ее верхней части идут вот такие посмотрите как бы заломчики либо это специально сделано плотное такое прилегание блуз куртки либо просто девушка надела куртку не по размеру и вот посмотрите как сидит рукав то есть посадка плохая в куртке поэтому советую если хотите воспользоваться этой выкройкой то сделайте макет курточки макет можно сделать из тонкой ткани вот по этой выкройке и чтобы проверить как куртка именно сидит то стоит из тонкой ткани вот эту макетную штуку надеть на какую-то толстую вещь вашу на похожую куртку или на толстую кофту например чтобы понять как в объеме будет себя вести эта вещь если все окей то шьем потому что на тех рисунке куртка это прекрасно выглядит технический рисунок куртки застежка еще супатная сейчас такая в моде мне кажется последние лет пять вот юбка карандаш с такими с подрезами вытачки в которые спрятали и блузка блузка всем хороша рукав у нее посмотрите реглан переходящий в кокетку хорошая идея классная на этом развороте пара классных вещей по выкройке куртки сделали вот такую куртку так называемая извязанного полотна но я даже назвала ее кардиганом потому что скорее кардиган это чем куртка выполнена на без подкладки скорее всего на с подбортами посмотрите как висит вот эта трикотажная ткань вот эта вещь мне нравится в исполнении не так уж она и сложна в гардеробе всегда пригодится поэтому шьем вот эта вещь нужная вещь на повседневку на побегушки платье так называемое платье костюм мне очень нравится это выкройка посмотрите косые вот такие вытачки по спинке тоже есть прилегание приталивание воротник и шалевый но сразу хочу как бы предупредить предостеречь кто захочет сшить платье по этой выкройке для особенно для размеров плюс столько нюансов во первых посмотрим на девушке платье вообще не села вытачка на грудной должна быть где-то здесь вершине в груди она у нее уехала выше груди посмотрите вот вершинка а грудь у нее где-то здесь во вторых очень узкий рукав бурда грешит узкими рукавами даже на модели своей вот скажем немецкой модели рукава посмотрите в натяг очень сильно в натяг то есть уточняйте эти моменты я бы тоже наверное советовала сделать макет этого платья потом шить его но сейчас посмотрим на технический рисунок мне кажется стоит воспользоваться выкройкой посмотрите как как выглядит технический рисунок спинка у платья прекрасная посадка рукава прекрасно можно добавить ширины рукавчика и добавить слегка вот здесь скажем такую какую головку сделать со сборочками со складками и дальше я бы вот воспользовалась платьем не на запах а просто платье сделала бы где есть у нас вот средняя линия в детали сделала бы ее со сгибом треугольный вырез горловины вытачка вот такая косая французская так называемая и вот вам пожалуйста выкройка платье будет легкой такая свободка то что нам надо а в роли такого платья костюма честно говоря нужно прям работать над ним и работать здесь нужно безупречность посадки без макета мне кажется не обойтись на этом развороте мы видим это же платье с запахом в другом исполнении здесь сделали подборта и воротничок отвороты рукавов из контрастной ткани жаккардовой ну вот вы видите как смотрится в реальности на модели готовы ли к такому запаху решать решать только вам ну и вопрос про посадку конечно же здесь не стоит потому что ничего не видно на девушке но я вам уже все проговорила еще одно платье свободного кроя девушка не случайно подвязала вот в районе талии свитер чтобы как-то оформить фигуру воротник или вырез горловины так называемой качели вот я когда-то шила платье по этой выкройке мне вообще не зашло вот кто из плюсов примерно моих рукам моей комплекции имейте ввиду что получается весь объем вот здесь добавляется ну как будто у эффект второй груди груди мне вот вообще не понравилось имейте в виду что либо выбираем совсем тончайшую ткань чтобы эта драпировка легла хорошо но тогда у нас все будет пролегать и в остальных местах поэтому я бы для плюсиков категорично минусовала это платье ну давайте тех рисунок глянем крой конечно простой просто прямое платье по низу нашили шифоновые полоски со складочками это конечно декоративный элемент который украшает платье стоило бы избавиться от этой драпировки получили обычное базовое классное платье но эта страничка для молодых мамочек много интересных одежек для малышей все шьется несложно очень функционально шьем и подошли мы плавно к последней страничке обзоры вот на эти журналы вы можете посмотреть у меня на канале а вместе с вами мы ждем октябрьскую бурду анонс здесь уже мы с вами можем посмотреть на это видео заканчиваю надеюсь вам было не скучно вы с удовольствием провели со мной вместе время полистали этот журнал с вами была я татьяна шадрина вы были у меня на канале время шить всем пока пока до встречи